То, что проблемы и препятствия у нас только в голове, каждый день доказывают сами себе и окружающим новоуренгойские спортсменки. Они танцуют каждый день на пути к своей мечте. Для этих девушек коляска не только средство для передвижения. Это танцевальный атрибут, без которого было бы невозможно заниматься любимым делом и показать всю свою силу. Главная задача танцев на колясках – спортивная и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. Но настоящие спортсмены главной задачей видят победу в соревнованиях. А главная награда, которую они получают каждый день – это гармония с собой. Когда человек научился чувствовать свое тело, он встал и пошел. Вот много таких случаев было. И поэтому сейчас во многих реабилитационных центрах вводят такой вид спорта, как танцы на колясках. Потому что это очень интенсивное. Важно понять, что такое центровка. Научиться управлять своим телом. Потому что дети нашего диагноза этого не умеют делать. Екатерина сейчас уже с улыбкой вспоминает про свои прежние проблемы с осанкой и координацией движений. К своей коляске девушка долго не могла привыкнуть. А после того, как однажды упала с нее, и вовсе два года отказывалась туда садиться. Сейчас все в прошлом. Екатерина с легкостью исполняет грациозный па. Танцы – это для меня, прежде всего, огромная физическая реабилитация. Большая. То есть продвижение к нашей цели, к моей цели лично. Это научиться ходить ногами. И они очень сильно помогают. Девушки вместе со своими партнерами после побед на Кубке России продолжают интенсивные тренировки. Ведь впереди соревнования на Кубке мира. Три раза в неделю по полтора часа вся сборная округа во главе с тренером репетирует программы, совершенствуя их до нового уровня. Мы хотим доработать старые, посмотреть на наши ошибки, постараться их исправить, чтобы Кубку мира были более чистенькие и усовершенствованные. Готовят наша сборная шесть танцев разных стилей и техники. Там и венские вальсы медленные, эмоциональный танго, фокстрот и квик-степ. Плюс произвольная программа. Сильная сторона наших спортсменов. В ней проще всего выразить какие-то эмоции и так далее. Потому что танцуешь не как европейскую программу, постоянно в контакте. И по правилам нельзя нарушать рамку. В произвольной программе это допускается. Можно делать какие-то трюки, что-то там еще добавлять от себя. Там еще и присутствует какая-то актерская игра. То есть можно как-то эмоционально себя показать. Несмотря на тяготы жизни, они продолжают радоваться и дарить свой оптимизм другим людям. А на это способен далеко не каждый. В начале сентября на Кубке мира, который пройдет в Санкт-Петербурге, спортсменам придется отстаивать честь Ямала уже на международной арене. Лала Гасанова, Владимир Ганзе, телерадиокомпания «Сигман» для НУР-24.